МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельской области с начала года создали более 5000 новых рабочих мест. Это больше, чем планировали. Обзавестись домом предлагает фонд Гомель об имущество. 25 объектов выставлено на аукцион, который пройдет 9 января. А теперь об этом и не только подробнее. Приведение нормативной базы в соответствии с декретом номер 7 может занять до трех лет. Об этом сообщил заместитель директора департамента по предпринимательству Минэкономики Дмитрий Красовский, пишет Белта. В качестве примера он привел кодекс о градостроительной и архитектурной деятельности. Его принятие предусмотрено декретом лишь 1 января 2020 года. Дмитрий Красовский отметил роль еще одного из пакета документов по либерализации бизнеса. Это указ номер 365, который упрощает работу агроусадеб. В документе, к примеру, реализована возможность привлекать по трудовым договорам родственников. Это позволит трудоустраивать людей и оформлять свой семейный бизнес полноценно. Самое обсуждаемое нововведение – разрешение организовать свадьбы и банкеты. Представитель Минэкономики подчеркнул, что в последние годы агроэкотуризм демонстрирует небывалые темпы роста. В отличие от обычного, бизнес-аон направляет потоки капитала в сельскую местность. Продолжение темы развития туризма. Экспорт туристических услуг в Гомельской области в январе-ноябре вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев он превысил 11 миллионов долларов. Количество иностранных гостей, приезжающих в наш регион, постоянно растет. Этому в том числе способствует пятидневный безвизовый режим. Самый привлекательный по объему экспортной составляющей – санаторно-курортный вид отдыха. С каждым годом набирает популярность медицинский туризм. На лечение в регион приезжают граждане из более чем 70 стран. Зарубежных путешественников также привлекают такие виды туризма, как промышленный, агроэкотуризм, религиозный. В последнее время в моду входит военно-исторический туризм. Люди из разных концов света приезжают в наш регион, чтобы посетить памятные места, военные и краеведческие музеи. К другим новостям. Более 60% сельских населенных пунктов в Беларуси попало под действие указа номер 345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Он начнет действовать с 1 января. В нашем регионе в соответствующем перечне свыше 70% населенных пунктов. В процентном отношении это третье место среди других областей. Первое-два у Гродненского и Витебского регионов. Что касается количества, то на Гомельщине под действие указа попало более 1600 сельских населенных пунктов. И здесь наш регион на четвертой позиции. Причем в Брагинском и Будокошелевском районах в перечне включено почти по 80% от общего числа деревень. В Ветковском районе 76,5%. Согласно указу для юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, будут установлены пониженные ставки по налогу на прибыль и по подоходному налогу с физических лиц в размере 6%. Также предусматривается освобождение оборотов от НДС, налога на недвижимость и земельного. Кстати, до 1 сентября следующего года планируется подготовить проект комплексной корректировки налогового кодекса Беларуси. При его разработке будут учитываться принципы стабильности налогового законодательства, исключающие его корректировку чаще, чем раз в три года. Упор сделают на простоте, понятности правовых норм и прямом их действии, стимулирующим экономическую деятельность. Дата и вступление закона проекта в силу определено 1 января 2019 года. Продолжение темы. Министерство по налогам и сборам планирует внести в правительство проект постановления, который предусматривает для субъектов хозяйствования альтернативу к кассовому оборудованию для расчетов при продаже товаров – программные кассы. Таким образом, предприниматели смогут выбирать, чем пользоваться для расчетов при продаже товаров – программными кассами или кассовыми аппаратами. Предполагается два варианта использования программных касс. В первом, программная касса может размещаться на электронных устройствах – в планшетах, ноутбуках, смартфонах. Второй вариант предполагает возможность использования программной кассы посредством доступа в интернет. Подразумевается, что с использованием программной кассы информация о совершаемых кассовых операциях будет передаваться в систему контроля кассового оборудования. Услуги по предоставлению субъектам хозяйствения программных касс будут оказывать операторы программных кассовых систем, которым законодательством будет предъявляться ряд требований. Идем дальше. Предприятия Беларуси за 9 месяцев трудоустроили почти 50 тысяч человек на новые рабочие места. Это на 2,5 тысячи меньше, чем было запланировано. Напомню, в целом за год в стране намерены ввести 70 тысяч новых рабочих мест. При этом не берутся в расчет микроорганизации и малой организации без ведомственной подчиненности. С заданием справились не все регионы среди отстающих Минска и Могилевской области и столица. А вот в Гомельской области создали 5100 рабочих мест. Это на 60 больше, чем планировали. Кстати, сейчас в Беларуси готовятся изменения в трудовой кодекс, с которыми будут закреплены дистанционные формы трудовых отношений. Что касается возможностей для женщины совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью, то в этом направлении в стране делается многое. Например, готовятся изменения в трудовой кодекс, которым будет закрепляться дистанционная работа. Напомню, еще весной министр труда и соцзащиты Ирина Костевич анонсировала различные изменения в трудовой кодекс. Она обратила внимание, что сегодня стандартное рабочее место с 8-часовым рабочим днем часто имеет варианты и по форме, и по содержанию. Например, это может быть дистанционная работа. Поэтому будут внесены изменения в трудовой кодекс, отметила министр. Она также добавила, что в этом вопросе будет серьезно изучаться мировой опыт. Идем дальше. На продукты питания приходится более 40% потребительских расходов белорусов. Такая информация размещена на сайте Белстата. На покупку непродовольственных товаров семьи тратят 31% от общей суммы потребительских расходов. На оплату услуг почти 25%. По данным выборочного обследования, в Беларуси в январе-сентябре располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили около 1100 рублей в месяц в городах и поселках городского типа, в сельских населенных пунктах около 850 рублей. Потребительские расходы – это, напомню, деньги, которые уходят на питание, покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. И последняя новость выпуска. Обзавестись домом предлагает фонд Гомелеоблымущества. 25 объектов выставлено на аукцион, который пройдет 9 января. К продаже предложены дома с жилой площадью от 24 до 96 квадратных метров. Они находятся в Калинковичском, Рогачевском и Реческом районах. В Калинковичском расположено 7 жилых домов и 14 блокированных на нескольких хозяев. В Реческом районе продаются 3 дома, в Рогачевском – 1. Начальная цена колеблется от 1700 до 12 тысяч рублей. Прием заявлений для участия в аукционе завершится 5 января. Дополнительная информация есть на сайте фонда Гомелеоблымущества. Ее можно получить и по номерам телефонов 70 36 43 или 70 38 49. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова